мне тогда знаете что вот самый интересный момент понимаете то что вижу я данный момент я вижу то что вы как маленькие дети кричите и плачете что вас нападают вы такие беды несчастны можешь ты мой на вас все отжали крым убрали донбасс забрали а вы такие сидите и говорите а мне кажется украине сговорить знаете что а мы блять независимый у нас демократ мы меняем а вы же посмотрите господин боже мой что ваш президент вам какое дело нахуй блять очаков тв представляет здравствуйте рассказывайте мне нечего рассказывать мне просто хочется просто спросите все не было давайте спрашивайте тогда и все мне просто интересно скажите вы верите то что вот в россии пытается напасть на украину пытается надо как понять пытается напасть не совсем такой размытый очень вопрос конкретизируйте ну я не знаю просто я последние новостные сводки смотрю то что все весь мир кричит того что и весь мир помогает украине вооружиться от агрессии россии и по якобы вороте пытается ну она войска подвела и хочет какой-то провести какой-то там непонятный акт на победу то что россия хочет провести не россия точнее а путин вы же понимаете что это решение единолично одного человека хочет он это сделать сделает ли никто естественно не может знать ему в голову залезть невозможно он непредсказуемый как обезьяна с гранатой вот но на чем это основано сейчас именно на том сейчас это основано что путин высматривает если возможность как бы с наименьшим наказанием или без наказа на это сделать и видя что запад сейчас десятками сотнями тонн летального вооружения поставляет украине на на миллиарды долларов уже я думаю что путин просто не рискнет это сделать вот это то что я думаю хорошо а подскажите пожалуйста вот как вы считаете вот какая причина сегодня зачем как мотивация что движет а вот почему какие цели стратегические экономические политические что если это сделает что он получится ну вот пускай будет расти пускай будет путин кому год вам удобно я вам расскажу я вам расскажу я считаю что путин ведет вот как гопник да когда видит перед собой там человека да он нахрапом пытается лететь человек испугался там согласился на его условия согласился отдать кошелек он этот кошелек забирает если он весь что человек начинает сопротивляться он смотрит она насколько человек сильнее или слабее вода вот и я считаю что путин это делает для чего естественно если он увидит что человек сильнее его а что такое сильнее это значит что если запад вприжется за украину войне не значит он будет воевать на стороне украины я не думаю что случится но вприжется это значит он будет поставлять и разведданные и технику и боеприпасы и так далее так далее что вот так достаточно просто россия перестанет существовать своих границах сегодняшних в этом случае путин понимая это навряд ли рискнет но он знает до какой черты он может дойти он знает что запад на него нападать не будет первый естественно он там нафиг никому не нужен вот он это понимает все поэтому он испытывает так сказать вот нам на прочность вот на расстояние как далеко эти красные линии вот и все вот что он сейчас делает а вот его просто не я не получал это зачем зачем а зачем я вам расскажу зачем затем расскажу зачем он это делает для того чтобы получить какие-то уступки от запада он рассчитывает наивно что запад все-таки скажет да ладно нам мы поймем чтобы в своей жизни цените но мы это свои ценим поэтому давайте мы сдадим вам украину они или там часть вот постсоветского пространства или все постсоветское пространство то есть растеребаним мир как это было вот как бы есть такие прецеденты в истории если вы знаете вот вот путин на что рассчитывает но я считаю это было его огромнейший самый большой стратегической ошибкой потому что мы знаем он не стратег он тактик вот поэтому я думаю что на этом на этом он закончится вот этот самый путин очень сильно интересное каждое мнение но мне кажется все равно вы думаете для чего он давайте расскажите мне тогда как вы думаете понимаете я вам скажу так что во первых вы понимали вот во первых никакой опасности для украины я не говорю что есть опасность я спрашиваю для чего путин демонстративно стягивает очень много военной техники и живой силы прямо сегодня продолжает это делать все ближе и ближе границам с украины просто как вы думаете для чего он это делает во первых во я думаю это очень не такой сильно правильный вопрос я хочу конечно естественно вообще государство имеет право на я вас не спросил я спросил по вашему мнению для чего он это делает во первых я думаю имеет имеет место быть своей собственной безопасности потому что мы не знаем что может произойти это что теоретически может произойти что украина нападет на россию вы имеете ввиду слушаете я много смотрел новости я много смотрел репортаж и эмоционально настроенных людей которые могут таким руководом вы допускаете что украина может напасть на россию вы реально в это верите теоретически теоретически это все происходит эти стягивание босс войск на территории россии еще качестве вы не отвечаете мне на вопрос вы верите что украина может напасть на россию теоретически какие-то провокации могут быть я могу сказать так и не могу и верите в том что украина может напасть на россию можете ответить да или нет простой же вопрос объясняю теоретически я это допускаю вы допускаете что украина может напасть на россию я все я понял хоть теперь хоть один человек дал мне конкретный ответ понимаете потому что россияне просто боятся они понимают что им нечего ответить и не хочется признать своих агрессивных планах и не хочется выглядеть тупо когда говорит что украина может напасть на россию поэтому они не дают ответ но вы дали за это вам спасибо за откровенный ответ вот теоретический момент еще в это во первых вот это в этом нет ничего страшного на самом деле это нормальный явлением нормальные помогут что украина может напасть на россию этому бред сумасшедшего даже даже в бреду сумасшедшего это сложно представить понимаете а я не имею ввиду понимаете какое-то нападение очень крупномасштабное имеется ввиду мне кажется нападение более локальное и такое знаете ну с точки зрения для чего украина будет локально нападать хорошо на какой-то пограничный пункт российский украина пола да для чего для чего для чего я смогу даже смотрю по вашим новостям для чего например украина нападет на какой-то пограничный российский пункт для чего можете объяснить абсолютно нет ответа нет на этом то есть вы сказали глупость объяснить эту глупость у вас нет нет ответа как и абсолютно аналогичные вопросы почему россия может напасть на украину и вот это вот такая же глупость как вот тоже того что вы мне сказали понимаете понимаете это не глупость объясню почему я смогу аргументировать то что я говорю то что россия широкомасштабно может напасть на украину уже подтверждается тем что россия уже сейчас ведет войну с украиной на территории украины есть россия уже давно напала то что она напала скрыто гибридно там не широкомасштабно это да но но россия давно уже российские войска присутствуют на территории украины вы же то знаете правда не знаете не слышали слушай а что вот ростовский суд до ростовский суд российской федерации кстати признал что у вас много есть воинские части российской федерации на территории ордло так называемого как вы это прокомментируете курира слышу ну могу вам рассказать это легко проверяется на прям на официальном сайте суда суд ростова-на-дону кировского района приговорил одного там перца к пяти годам за взятку он дал санитарному врачу или кому-то там ну чтобы возить гнилые продукты вот его осудили на пять лет за то что он дал взятку за он занимался доставкой обеспечением продовольствия российских воинских частей на территории луганской и донецкой областей хорошо а вот смотрите вот такой вопрос у нас зрел пока мы с вами не не подождите давайте мы с этим закончим вначале является ли это доказательством присутствия российских войск на территории ордло или не является как вы думаете но чуть-чуть не очень сильно конечно понял и сейчас еще раз объясняю еще раз объясняю суд города ростова-на-дону кировского района вынес обвинительный приговор человеку посадил его на 5 лет судья фамилия шолохов посадил человека на 5 лет и в приговоре именем российской федерации зачитал что господин шолохов занимался доставкой продовольствия воинские части российской федерации расположенные на территории донецкой и луганских областей теперь вы поняли что я имел ввиду или вам еще раз повторить третий ну допустим я понял допустим является ли это доказательством того что российские воинские части присутствуют на территории луганской и донецких областей прежде чем ответить на это вопрос я вам скажу так у меня вот он живет донецкой области у меня друг который живет сейчас со мной вот он оттуда и есть еще два человек который которыми я общался вот пример один из них я не буду говорить то есть я вот когда все происходило чепуха военная пошло время я спрашиваю слушай вот так и так и так по имени я не буду его назвать и несколько вот расскажи пожалуйста что происходило в тот момент когда вы начинаете какую-то хрен рассказывать то есть вы поняли что российские части военные находятся на территории луганской донецкой областей правильно ваш суд это подтвердил давайте вот мы с этим согласимся и дальше пойдем рассказывать ваши байки про ваших друзей хорошо это не байки и вот вы согласны с тем что суд это что что это является доказательством наличие ваших частей я какого я не знаю когда это узнал из суда когда я сам это увижу нет то есть вы сейчас не верите правильно я понимаю то есть как когда вы узнаете это сами прощете своими глазами вы согласитесь с тем что вашей воинской части расположена день благо если оглашу я увижу эту и давайте прямо сейчас ссылочку за ним хотите да легко легко секундочку сейчас я вам скину и дайте ради бога давайте а вот расскажите пожалуйста я к примеру еще раз могу сказать вам такие факты которые подтвердят люди которые находились тот момент таких блин что-то я не могу его все есть скинул я беру секундочку я вот не переживаю честно я за я за правду засидела я копирую вот нажимаю я копирую и посмотрю правда не сейчас вы можете не понять но я не сейчас я посмотрю я посмотрю попой вот когда вы просмотрите у вас может быть что-то щелкнет в голове и вы признаете что российская федерация держит свои воинские части официально это признано судом на территории естественно на это скрывает от всех нас там нет мы их там нет и так далее держит на территории оккупированной территории украины вот и все вот знаете вот люди которые жили находились там почему-то так не говорят сколько сколько людей вы из моркового и просили 3 а как вы думаете сколько там живет миллионов людей донецк он довольно как вы думаете три человека это выборка будет статистически корректная три человека из 2 2 миллионов как вы думаете а а слушайте ну подождите а вот когда у меня например из этих трех человек умеет что он я родом я родом сам из города славян и вот естественно я как бы 90-х годах я просто ехал в россию вот а он остались они там украинцами и были в ополчении вот я с ним общался вот из его слов которые вот он ну я не справку чисто вот именно так и намеренно спрашивали слушай меня богом интересует слова вашего брата который тем более воевал на стороне бандитов меня это самый последний человек который меня будет интересовать как в информационном плане это что думает ваш брат который воевал за бандитскую вот эту вот ордло блин понимаете это последняя информация которая меня в этой жизни будет интересовать для этого есть статистика понимаешь для этого есть статистика а это есть международные организации объясните мне почему парламентская ассамблея обсе просит вывести вооруженные российские формирования с территории вот этих вот ордло как вы думаете почему так происходит а может они хотят про то есть он которая двести с чем-то страну на бсе где много десятков страна самые авторитетные в мире две организации они все неправы а россия одна она права да вот так вы представляете себе нет в чем не то в чем не проводила тот самый главный прикол в том идет ведь вот все что происходит сейчас для чего для чего он надо сдерживать россии он для чего надо сдерживать россии но потому а вот а вот он зачем он сдержит зачем он надо сдерживать россию но потому что знаете не никто не имеет сейчас никто независимость абсолютно если бы это было независимая какая-то организация они бы естественно сделали все от кого зависит они мы всех подобран кого зависит а трудно сказать какие-то европейских стран или т.д. и т.п. а трудно сказать вы не знаете от чего зависит но знаете что от чего-то зависит от врагов причем российских да я сейчас просто не буду не можете никто не может знаете сколько я беседую с россиянами но никто не может вот взять это и объяснить вот все не понимают но точно знают что это вот вот на них все нападают никто не может объяснить кто и зачем но все точно знают что вы в кольце врагов может быть вы просто верите скобеева и нет огульно причем понимаете в чем самый интересный момент происходит вот вы под пуском лет скажем мне 74 не правда сколько вам какую цифру мне 48 ну какая не такая говорите господи что вам это что вам это даст для чего это надо мне тогда знаете что вот самый интересный момент понимаете то что вижу я данный момент я вижу то что вы как блять маленькие дети кричите и плачете что у вас нападают да это вы такие бедные несчастные можешь ты мой на вас вот все отжали крым убрали донбасс забрали а вы такие сидите и говорить а мне кажется украинец говорит знаете что а мы блять независимы у вас демократии мы меняем а вы же посмотрите господи боже мой что ваш полезла российская дерьмо подгоняться с чувака полезла вроде бы вроде бы адекватно себя вилла сейчас начал подгорать я не могу загибает у чего нет вы взрослые люди и вы такую хуйню несет и может без мата без мата без подгорания мы легко и посмотрите вот 21 век как вы видите войну пожалуйста нападение россии на украину вот убедите ее пехоты вы что всерьез если бы блять было нужно россии это сделать она бы сделала давно и какими другими вот можете спорами не подгорая можете не авиации хорошо я пытаюсь гипербаллистические ракеты я первый раз слышу 1 слышь такой гипербаллистические ракеты вы понимаете то что вот если будет можно просто сделать что-то это будут уничтожены просто пункты все которые рулят а потом просто ну зайдут люди зайдут ради как как зайдут люди пешком да там без связи всего там рэп и все остальное она стоит делать понимать существует таких вещей вы люди в четырнадцатом году двести сорок дней не могли донецкой аэропорт взять как же они так вдруг зайдут их но почему-то как же они так легко зайдут у нас двести сорок ваши воинские части ваши воинские части это были обмупал и на были ваши регулярные воинские части там не было так подъезд я вам только что доказал что они сейчас там есть я же вам это столько что доказал я же вам скинул ссылочку я же вам скинул ссылочку почитаете ваш суд именем российской федерации признал наличие российских воинских частей на территории арбло зачем вы так я столько что вам это скинул вы понимаете вам как говорится вот кол на голове тиши вы упорытый знаете вот вас называют упорытыми вот это мой конкретно вот балл все равно не понимаю зачем хорошо зачем под смысл был нефть нет газ нет что там зачем не понял а вы имеете виллу зачем вообще россия напала на украину вы иметь ям легко объясню если вы рассказать очень-очень причем коротко вы знаете уже мне надоело это тема муссировать ну коротко расскажу может быть вы поймете попытаетесь понять для того чтобы такие рабы как вы не открывали рот на своего царя и не кричали смотрите как в украине классно начали жить они пойрули сторону запада смотрите а мы сидим в жопе и ты нас грабишь блин так вот для того чтобы вы кричали вот сейчас гайм наш вместо этого вот это все сделано только с этой целью все вот эти захваты и так далее это для того чтобы вас рабов держать в нищете и в темноте и чтобы вы в это реально верили но вы в конце врагов какие дороги какая инфраструктура какой уровень жизни мы в кольце врагов надо потерпеть еще лет 50 100 200 300 как те как терпилами вы являлись уже и советский союз и так далее и так далее вот он простой ответ понимаете но он вот я вам отвечу а при чем тут нищета какая нищета скажите пожалуйста какая нищета в белгороде белгороде так вот смотрите значит вы в каких странах цивилизованных были можете мне перечислить лично поэтому смотрите для того чтобы мне ответить вам на вопрос о какой нищете я говорю это все познаешься в сравнении понимаете российский человек счастлив тем что он не знает в каком дерьме он живет понимаете если вы поехали в нормальные страны хоть в одну цивилизованную страну вы бы поняли как вы хреново живете понимаете ну например какая цивилизованная страна ну хорошо давайте с севера начнем норвегия швеция финляндия а не голландия швейцария швеция давайте на тот континент идем канада америка австралия новая зеландия северная корея япония с каких сторон вам еще назвать страны я оговорился я оговорился южная корея вот вам цивилизованные страны если вы хоть в одной из них побывали германия то же самое если вы хоть в одной из них побывали вы бы плакали вот такими слезами и поняли как вас надули что вы лохи и вас опустили но для того чтобы вы этого не поняли и верили в силу своего оружия в мощь своей страны которая вас растоптала для этого это все и делается понимаете только с этой целью другой нет ну хорошо какие цели самое главное допустим хорошо положим что вы правы и хотят сказать что постельное оружие мы такие великие и при этом но я могу сказать то чтобы не например 27 лет у меня друзья все в основном они младше меня но почему они имеют свое собственное жилье здесь имеет машины имеют у нее свои собственные остальные отдыхают не психоспуски едет за границ бля алё 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 что такое чё-то у него там то ли он телефон уронил то ли он разрядился не знаю да все его друзья в 27 лет имеют свое собственное жилье уже все едят за границу уже все не знают куда деньги девать интересно как это человек в 27 лет все причем вокруг его прям так шикарно живут а он один самый большой лузер среди них который никогда нигде не было и не будет опять что-то не сходится но ведь и люди выдают желаемое за действительное даже не то что вот он примут умышленно врет да он настолько себе это сам внушает что он начинает в это верить есть такое заболевание не помню подскажите мне кто помнит название этого заболевания когда человек начинает сам верить в хрень которую он несет а а Субтитры подогнал «Симон»